Витебская Былгаз Витебская Былгаз взял штат робота. Газовики открыли сучасный сервисный центр для клиентов. Витебску – 1044 годы, як имяніник святкуе свой день народження. У эфиры новины Витебской области у студии Артур Смоляков. У Беларуси отзначали день у сенародной памяти о хверве лікаеччинной войны. В 77 году тому ранецы 22 червеня войскі фашистской Германии перейшли мяжу Советского Союза, что стало початком самой масштабной жорсткой битвы 20-го стагодзя. У память про хвервайны у Витебску отбылся жалобный митинг у эфиры герою войны 1812 года. Успенская горка – место, где похованы три герои Советского Союза, сярод яких и партизан Минай Пилипович Шмыров, батька Минай. До сих пор числятся пропавшими без вести тысячи воинов бывших советских республик, которые остались на полях сражений от Бреста и Севастополя до Москвы и Сталинграда, от Воронежа и Прохоровки до Денисберга и Берлина. Победа в самой жестокой, самой кровавой в истории человеческой войне легла на плечи советского народа и стоила ему огромных человеческих жертв. За победу было отдано почти 27 миллионов человеческих жизней. Из них около 14 миллионов мирного населения. Забыть об этом невозможно. У митингу, присвеченным сумной дате, приняли удел представники Улады, громадскости и молодь. Память загинувших ушановали хвилиной маучанья, усклали к ветке героям. Витебска Былгаз открыл центр по обслуговованию насельництва для ЖХРУ Витебска и Витебского района. Газ-клиент-офис такого шмат функционального центра в Беларуси ранее не было. Газовики постарались сделать его удобным для своих клиентов, тому широко выкористовывали сучасные технологии. И даже приняли в штат робота. Что он будет делать в центре, и кто возьмет из его приклад, доведались наши корреспонденты. Сервисный центр «Газ-клиент-офис» прописался по-доброму знайомому для всех витебских споживцов газу адресе Терашковой 3. И хоть адрес старый, сам центр – это новая з'ява у витебским сервисе. Креху большим за два месяца будовникам удалось увасобить у реальности фантастичный проект «Витебскгаза». «Газ-клиент-офис» працует по заявному принципу одно окно и спросит для клиента усе администрационные процедуры, а доплаты до проектования газовых сеток. У операционной зале працует интерактивная доведочная система, якая дозволяя отримать амалюсю информацию об организации и послугах газовой службы. За допомогой можно звернуться и до консультанта «Вики». Так назвали роботы, які готовы прийти на допомогу клиентам. По колье она выполнена, отказывая на 8 самых популярных питаний, але запевнивают ей наставники, худко станет докай. Я робот-консультант, встречаю посетителей. Вы можете задать мне вопросы, которые видите на экране. Где мне купить плиту? Приобрести газовую плиту вы можете в магазине метал по адресу улицы Петрусябровки, 16А. У шмат функциональным сучасным комплексе знаходится и инфоцентр, где принимают звонки по пытаниях, что у компетенции «Аблгаза» за месяц, каля 12 тысяч. Зараз усе службы, что працуют с клиентами, собралися под одним дахом. Гэта дозволяя оперативно вырешать усе пытанье. По прикоду газовиков, повинна працаваць и система жилёвок коммунальной господарки. Лечись старшиня «Аблвыконкама» Миколай Шарснёв. Если бы такой подход перенесли на вашу систему, мы бы идеально жили, и проблем не возникало бы никаких у населения. А у нас каждый день трубы рвутся, канализация забивается, и ничего не можем сделать. И я хотел бы, чтобы вы вынесли два момента. Первое – нужно создавать вот такие заведения по предоставлению качественных услуг, а второе – добиться стабильности в работе. Никаких аварийных ситуаций не должно быть в коммунальной сфере. Подобные центры обслуговывания насельництва Витебска-Былгаза уже денечают у Орши и Полоцку. Зараз участный газ-клиент-офис пришёл на допомогу ежихарам Витебска и Витебского района. Он единственное, видимо, в республике. Всё то, что новое, прогрессивное, вот наши айтигазовские филиалы, он перенимает, где есть. Многое сами внедряют, многое предлагают сами. И столь интеллектуально обеспеченным центром, конечно, он один такой. На всю свою интеллектуальную могутность газ-офис-клиент на Тиражковой Трызе працую уже с 25-го червеня. Своих споживцов он чекает, что день с понеделка по пятницу с 8 до 21, в субботу с 8 до 17. Виктор Пралич и Леонид Табола, Новинный Витебск. У першыню на Беларуской Чигунце ручная телефонная станция интегрована непосредственно у АТС. На 10-ти линейных станциях забеспечена якосная технологічная сувязь. Абоненты отрымали сучасные сервисы, электронный доведник, макчымасть проведения телеконференций. Их это далеко не полный пералик макчымастью новой автоматичной телефонной станции, якая на полную могутность запрацавала на Витебской дистанции сигнализации и сувязи. Тему протягне наш корреспондент Сергей Мисурагин. Витебская дистанция сигнализации и сувязи была створена 28 лютого 1921 года. Селета сувязистых чигуношники означают 97-ю годовину с дня заснования. За весь этот час работники стальных магистралей не покидали будинок по улице Некрасова в областном центре, где его забили только сучасную администрационную пробудову. Зараз дистанция з'является одним из передовых подразделений у Витебского отделения белорусской чигунки. То добро разумеет, что эффективность работы чигуношного транспорта залежит от якости сувязи. Техничной мощности, физичной и морально состарелых АТС не назовыляли у полном объеме задейничать сучасные лишь бывые сетки передаши дайденных. И два года тому вырошили модернизовать истнующую АТС. Дякуючу профессионализму специалисту объект поспеховывали о эксплуатацию у майбеку чехогода. Завершеннуюся работы по тестированию новой станции. Обеспечили всех абонентов предприятий наших железнодорожных качественной, современной, многофункциональной телефонной связью. То есть это электронные справочники, функции кол-айди, конференц-связи, видео-оси конференц-связи. Только на электроэнергии мы экономить по расчету будем около 120 тысяч киловатт-часов в год. Впервые на белорусской железной дороге функция ручного телефонного коммутатора реализована, интегрирована в новую АТС С-3000. Параллельно с модернизацией АТС новые веды набывали и работники до станции сигнализации с увязи. Со старым багажом, умением и навыков с сучасным обсталиванием просто не справиться. Наше оборудование старое было 1980 года выпуска, а сейчас это уже современное настре, скажем так, сегодняшних технологий связи. Поэтому очень интересно было изучать и, скажем так, сравнивать технологически. Если раньше это было просто поговорить по телефону, то сейчас всякие дополнительные моменты. Например, тип телефона, новое слово «телефонии». В принципе, кажется, телефон обычный, но заложено много очень дополнительных функций. Объем инвестиций в реализацию проекта скла в боль за 2,5 миллиона рублей. За 5 месяцев без парапинной работы прокладены 33 километры волоконно-аптичного кабелю. У Сталевана измонтировано обсталивание АТС в будинку отделения дороги на станции Чепина, в вагонном депо Витебск, у Полоцкой дистанции сигнализации с увязи на станции Новополоц. Мы находимся, можно сказать, в сердце Витебской дистанции сигнализации связи. Это наш новый цифровой лаз. Сюда, значит, у нас сведены все, значит, на сегодняшний день самые современные волоконно-оптические кабели связи, по которым идет, осуществляется сеть передачи данных, оперативно-технологическая связь на многие направления. Это Витебск-Корша, Витебск-Полоцк. И вот сегодня запущена и линия на участке Витебск-Предвинск. Теперь перед работниками дистанции сигнализации связи стоит задача заменить опошнюю поветренную линию связи Витебск-Изарыша на Витебске надделении белорусской чагунки. Сергей Мисурагин, Дмитрий Котов, Новины, Витебск. Витебск отзначает свой 1044-й день народжения. И хоть взрослый город сталый, областная столица с каждым годом становится прыгажейшей. И за всеми изменами стоять люди, которые тут живут и працуют, клопотятся и щиро любят свой город. Свою малую родиму. По доброй традиции, в день города Витебск говорит слова подзяки своим же хорам и отзначает их, кто унес значный уклад у его разведки. Сами же хорам Витебска в этом году присвоены гоноровые звания ведь обчанин года. Узнагародзец-пераможцу у летнем амфитеатре подчас урочистого схода промеркованного до свята города. Виктор Пралич познайомился с лауреатами гонорового звания. Проект года, дебют года, меценат года и громадское признание. У четырех номинациях отзначены семь человек города, которые отримали гоноровое звание «Витебсчанин года». Их деятельность оценена по выниках 2017-го. У ліку лауреата у директора конструкторского бюро дисплей Олександр Войцянков. Предприємство спеціалізується на розпрацовце і витворчості відеомонітору, авіаційних дисплеїв, ОВМ-спецпризначення і інше. Завикористовуються новейші технології, як винік у Знагарода зазначено уклад у розпрацовку і розвиток високотехнологічний, експертоорієнтований і навуко-йомкій техніки спеціального назначення. У гэтай же номінації проект года адзначений старшыня сайвета директору фармацевтичного холдингу і старшыня іудейській релігійної общины Дом Ізраїля у Вітіпску Леонід Томчин. Дякуючи його спонсорській підтримці у городі у першыню за опошнє 100 год з'явілася одна з буйнійших сінагог Україні шацьор Давіда. Уладальніком номінації міценат года став генеральний директор керуючої компанії холдингу «Беларуська гарбарна-будковая компанія Марка» Миколай Мартынов. Гоноровое звання присвоєно за реалізацію городських проєктов, спонсорською підтримку і матеріальну допомогу людям, які оказались у складанній життєвій ситуації. Рост і дитство моє було в недостатці. Для мене, коли я бачу, це трогає душу. При можливості, я стараюсь бути сопричасним к тому чи іншому делу. Сярод лаурату і молодь. Одинадцятикласник гімназії номер один Марк Карнєйчик отзначився у номінації дебют года за добрую в учобу і перемогу у Республіканській і Міжнародній Олімпіадах по інформатиці. Грамадське признання дадзіна чемпіонця Європи по легкой атлітаці сярод юніору Віолеті Скварцовой. Гетаяна зішла з підісталу, калі під час її узнагароджування за помилки організаторів загучав гімн іншій країни. І безумовно, культурная століця Білорусі не могла не адзначить сваїх діячу у культурній сфері. Кіравнік Народного театра студії сучасної хореографії Центру культуры Віцібськ Діяна Юрченка отримала статус вістапчанін года за вялікі уклад у розвіцьох хореографії організацію і привядзення міжнародного фестивалю сучасної хореографії Айфэмсі. Межіншім на апошнім фістывалі яє танец «Глядзе, а то почуєш» отримав галону узнагороду. Да, это моя работа, это моя жызнь. Ну, што тут говоріть лишнєго. Я просто сутра, да, я этим живу сутра до вечера. Мені нравится. Це сюрприз, і очень такой сюрприз приятний. На свой дзень на Раджані такі подарунок обласны центр зробіў сваїм жіхарам. У хуткім часі білборды з фотоздымками Віця Пчангода з'явіцца на вуліцах обласнога центра. Віктор Праліч, Леонід Табола, Новіны Віцябск. Дзві нове скульптуры, гістарычны лагер, шматлікія концерты і аутапрабіг ретро-аутамабіляў. Дзень города у Віцябску будуть адзначаць два дні. Народныя гулянні 23-го і 24-го червіня разгорнуцца на дзесятках пляцовках са сваїм каларытам і тематакай. Чым яшчэ уразіць свята гу наступным сюжэці. Як і 1044 гады тому ўсё пачнецца ў гістарычным центры Віцябска. 23-го червіні ўськверы Маякоўскага адкрыюць бронзовую скульптуру Фёдора Махнова, самага высокага чалавяка на зямлі. Вышэня помніка 320 сантыметраў. Аутар – віцябскі майстар Іван Казак. Мі как-то попала в руки стац'я. І сматру, «Великан» із Витівської губернии, тут наш земляк. І мені це дуже заінтересовало. Ну і вот потім я как-то стал, думаю, надо какую-то композицію зробити. Работа шла, я же говорю, где-то вот так полгода плотную. Вот, потім у Минскі эта лепка шла. Лепили в глине, лепил. Ступни там 51 сантиметр, кисти руки 32 сантиметра, уши 15, губы 10. То есть, чё соблюдено. Рост 2,85, і плюс с цилиндром получается 3,10. Я ще одну скульптуру під назвою «Лучоса» презентують неподалек от однайменной гостіниці на скрыжаванні проспектів Черняховського і Будовнікув. Двухмятровая композиція з нимфа і розмістіться на каменнім пастаменті. Открываць нові апомнікі на дзень города у Витівську уже стала традицією. Як заусіды, жіхару і гостей обласного центра, так само чекають шматликі музичні перфоманси, літературне чітання, містацькі пленэры, концерты і свято-городській газеті Відьбічі. В центрі міста, на уліці Пушкіна, на уліці Толстого і уліці Суворова розвернеться міні-город мастерів. Презентация бібліотек, презентация учреждений образовання, презентация наших юних художників, пленэр, концертні программи, выступлення артистів театра «Кубоколоса». Віцівськ-арена, так ми амбіціозно назвали площадку бывших теннісних кортів, гді розположат свої демонстраціонні зони, представітелі различних видів спорта. Нагадать об тим, що городу над Звіною спаўняється 1044, жадають і реконструктори. Па кулю парку Фрунзе будуть сладіцца показальнія выступлений гістарычных клубов на Гальфар і в Аргінторн, на площі Тысяча Годзя разгорніться лагер під назвою «Старадауні Вітєбск». Ну а тих, кому дауніны буде недостатково, с самой раніце на площу Пірамогі запрашають уладальнікі унікальних ретро-ауто. У гості на Дзень Горада мясцовыі рестаураторы чакаюць колекціянерів з усёй Європы. Автомобілі будуть представлены всякі. Служебная автомобіля, дорожна постовој службы, також пожарная автомобіля, каторые іменно были в боевом строю. Ну, будуть ещё представлены і фронтовічкі, і ГА-67, ГА-69, возможно, даже легендарная полуторка появіться. Для тих, хто отдає перавагуні аутамабілям і мотоциклам, удзельнікі байкерська га клуба Псы-дарох рыхтують мотоапарад. Двухколая колонна у зянні хрому і никелю з колоритным грукатам праедзе па вулицах города до площі Пірамогі, дзе будзе організованы пакас жалізных коней, які приедуть у Вітебск, так само з усю Європы. Латвийські ребят теж 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 вже, Литва буде 100%. Це наші друзі давні, вони, вони, звичайно, приєдуть. Ну і так, я думаю, Україна, Росія – обязательно. В субботу буде обязательний традиційний парад виїзд в город. Ми приїдем на площадь Победы поздравити газету «Увідбищ» і поучаствувати своїм таким присутнім в праздниці Дня Города. Якщо комусь интересно просто окунуться в цю атмосферу мотокультуры, позитива, драйва, рок-н-ролла, то милости просимо, приїжджайте, буде здорово. Двухденна свята у режимі нон-стоп-арт. Проекты, квесты, інтелектуальныя турніры, выставы, фест вуличнага мастацтва, конкурс паветраных змей і наваттрамвайна екскурсія по областному центру. У 23 години у субботу неба над звіною пригожить вогненная вышиванка. Пасля фейерверка усе жадаючі змогуть поглядеть кино на стяні Витебській ратуші і прийняць у делу вечерній екскурсії по вулицах старожитнага города. А у неделю в городі буде уладарить новае покалення. Эстафету святкавання у 1044-й гадавіны Витебска протягній дзень молодзі. Артур Смоляков, Олександр Приставка, новіны Витебск. А зараз новіны адгульні удача в придачу з Евроопт. Що може змінитися за неделю? Да багато чого! Наприклад, за неделю, в якій дліться любой турігри удача в придачу з Евроопт, може стати намного щастливіше, виграв денежний приз, автомобіль или даже квартиру в Минскі. Для більше 60 тисяч беларусів ці дві недели, які длилися 72-й і 73-й туры ігры, стали удачними. Восьми із них фортуна улыбнулася особено широко. Менчанка Юлия Авдей, получившая заветний телефон і звонок от Дмитрия Кахно з шикарною новою о выигрыше квартиры в Минскі в 72-м турі, не змогла сидеть на місці і тутчас примчалась в студію ігры. Там счастье. Да? Наше счастье с сыном. А вы считаете, то, что вам нужно вот сегодня, прямо сейчас? Да. О такому даже помечтать было невозможно, но такая мечта исполнилась. Ровно через неделю, в день розыгрыша 73-го тура, решением жилищного вопроса обернулся праздник удачи для ещё одной менчанки Шви Натальи Саванович. Она также выиграла квартиру в столице. Сама приеду, наверное, потушить. Оставлю старую сыну, а сама поеду на углу. Кетчуп, зубная паста, шоколадка для любимой внучки. Такие простые покупки могут обернуться рёвом мотора новенького стильного внедорожника. В 72-м туре сразу три прекрасные дамы стали счастливее, выиграв по внедорожнику Джили Атлас. Отделочник изделий из древесины Татьяна Колосова из агрогородка Барсуки Смолевичского района Минской области, дизайнер Юлия Клачок из города Баранович и Брестской области, инженер Галина Кожанова из Великим Минской области не могут нарадоваться, глядя на свои авто. Надеялись, что мы всё-таки выиграли, ну и сбылась наша мечта. Радости было очень много, эмоции переполняли счастье. Очень нравится, я всегда мечтала о каком-то большом внедорожнике. На троих автолюбителей больше стало и ровно через неделю. По результатам розыгрыша 73-го тура ключи от новеньких Ниссан Джук получили социальный работник Екатерина Матюшонок из деревни Поплавы Кличевского района Могилёвской области, житель Полоцка, Витебской области, электромеханик Василий Егоров, а также инженер Светлана Батан из города Жлобино Гомельской области. Машина в течение дня, она мне всегда нужна, поэтому теперь я не буду просить его уже, у меня своя есть. Мечтала в этом году купить себе машину, маленький внедорожник, красного цвета, поэтому я очень счастлива. Жена сейчас даёт вас 8-го числа в ГАИ, экзамен, я надеюсь, даст, ну и будет ездить уже на новом автомобиле. Ну и какой же розыгрыш игры «Удача в придачу» без денежных призов? За эти две недели более 60 тысяч счастливчиков получили сообщение о выигрыше денег. Те, кому повезло выиграть кругленькую сумму в 500 рублей, уже 20 июня получили призы в гипермаркетах своих областных центров. Зайцев Андрей Викторович, живу в Минске, приехал с Каменки, работаю поваром. Ипатова Светлана Анатольевна, я живу в городе Минске, работаю воспитателем. Жилка Игорь Анатольевич, живу в Минске, родом Брестская область, в Курганском районе, деревня Креница. Работаю строителем. Гермаркетовская Людмила, с города Жодина, на пенсионерка. Игре «Удача в придачу» от Евроопт уже более двух лет, и за это время разыграны призы на общую сумму свыше 18 миллионов долларов, в том числе 53 квартиры и целых 200 автомобилей. Уже 18 июня стартовал очередной 74-й тур, итоги которого будут подведены 26 июня. Как всегда, на кону три авто, новенькие «Хёндек Рэта», столичная квартира в престижном районе около Минской арены и, конечно же, деньги. Хотите увидеть, как будут разыгрываться эти призы? Тогда приходите в Минский Е-Сити на улице Денисовская, 8, где проходят все розыгрыши, или следите за происходящим в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте евроопт.бюй. Начало в 18.20. Ну а отправляясь в Евроопт, не забудьте захватить товар удачи, ведь истории наших победителей доказывают, самые обычные покупки могут принести шикарный бонус улыбку фортуны. Так почему бы просто не попробовать? У День города громадский транспорт Витебска працует по девчему раскладу. 23-го червеня будут курсировать додатковые рейсы автобусных маршрутов номер 10 микрорайон Полдень-7 вокзал и номер 46 микрорайон Билева-3 вокзал. И на этом выпуск новин завершен и я с вами развитвуюся партнер прогнозу на двор я газета Витбичи. Обо всем самым интересном вы узнаете от нас. Витбичи сохраняем традиции дорожим каждым читателям. Подписчикам на полугодие в подарок журнал советы со всего света. Подпишитесь обязательно. Синоптики поведомляют заутро по области в облачность прояснениями. Ночью по уходу, днем на большей части территории дождей у особенных районах на больнице. Ветер пираменных на прамках 4,9 при на больницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 8,13, днем плюс 13, плюс 17. У Витебску ночью ранится и днем короткочасовый дождь, махчима на больнице. Температура по ветру ночью плюс 11,13, днем плюс 14, плюс 16.